Ночная портретная, репортажная, документальная, пейзажная. На ровне с традиционными жанрами фотографий сегодня развиваются мобилография, аэрофотосдымки и навод астрофотография. Перелечиться все жанры сучасного фотографичного мастерства довольно складано. В среду всех, бодай, самым загадковым лечится микрофотография. Подробнее про это в наступном материале. У початку весны у всех частей хочется взять в руки фотоаппарат и выйти на улицу, чтобы заховывать все предметы обучения природы. Зробившись дымок при помощи обычной фотокамеры, на дисплее мы увидим те объекты, которые мы видим в повседенном жизни. Чтобы сфотографовать то, что не видать неозбройным боком, гамельчанин Алексей Марченко навод змайстровал микроскоп. Захопляться аптечной техникой Алексей начал еще в детстве. Первым рабочим инструментом стал микроскоп, сделанный со обычных линзов. Наступный этап – детячий микроскоп, подарунок до света. Позднее техника лабораторная, больше сурвезная. Али ИАЕ худка стала недостаткова. Я хотел собрать на базе микроскопа именно фотографический инструмент, для того, чтобы не просто наблюдать, а и запечатлевать. Мне нужно было получить фотографии профессионального качества, поэтому то, что выпускает промышленность на сегодняшний день, либо не дает то качество, а если дает, то настолько дорого, что недоступно обычным пользователям. Фотоаппарат, насадки, объективы, нижнее и верхнее подсветление, техничные махчимости этого эксклюзивного агрегата позволяют не просто фотографовать, а делать неполторную микроздымку, проникать в микросвет на вот самого маленького объекта. Меня очень впечатлил микропроцессор под микроскопом. Представляет из себя, можно сказать, целый город. И чем больше увеличиваешь его, тем больше новых подробностей открывается. И просто интересно по нему прогуливаться, можно сказать, с помощью микроскопа. Дома, домики, перекрестки. Даже можно людей рассмотреть, если проявить фантазию. Позднее объектами микрофотографии становилось и все, что трапляло у поля зроку. От таблетки аспирину до грошовой купюры и наводпящинки. Это кристалл аскорбиновой кислоты, растворенной в воде, высушенной на стеклышке, в поляризованном свете. Вот так вот они красиво выглядят. А этот значок знают, в принципе, все. Это фигурка с американского доллара. Просто увеличенная настолько, что становится неузнаваемой практически. Песок, обычный песок из пустыни Сахары. Особливо пленой для Алексея выдалась эта зима. Справдилась давняя мара фотографа. Убачить у микроскоп с шагу складаются снежинки. Нужно еще здорово померзнуть, заморозить аппаратуру. Я ловил на стеклышке эти снежинки, которые падали. Клал под микроскоп и фотографировал. Хоть все было холодно, я делал все очень быстро, все равно они тают. Поэтому процесс достаточно такой, достаточно сложный и кропотливый. То, что зима скончилась, Алексея не засмучает. Молодый человек, упевненный, подстав для творчасти, хапая у любую пару года. Головное тут – жадание и любовь до своей справы. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадио, компания «Гомель».